И сегодня у нас праздник. Мы знаем, что каждый раз, когда мы встречаемся с Господом, это уже праздник. Каждый раз, когда мы приходим в Его Святое из святых, мы уже можем... Ну, это уже не тот день, который был раньше. Это праздник, да? Потому что, помните, в Левите написано, Левит, в вас третья голова написано, вот дни, которые ты будешь называть праздниками. То есть праздник – это тогда, когда мы приходим навстречу Господу, и все происходит в радости. Итак, вы знаете, в каждой семье есть особые дни. Ну, например, родился ребенок – это что? Это праздник. Вырос первый зуб – это праздник. Выпал первый зуб – это праздник. Набил первую шишку – горе, а все равно праздник. Разбил первую тарелку – мазал туф. Праздник. Но приходят определенные дни. Он начинает читать, и он уже выучил первый свой стих из Писания. Проходит время, он пришел и нарисовал первую свою картинку, на которой нарисовал Давида, поражающего Голиафа. Но потом наступает возраст, когда дети входят уже в определенную позицию, так называемое, духовное. Ну, они уже начинают различать добро от зла, да? Они понимают, что правильно, неправильно. И у девочек это как бы принято в традиции в 12 лет. И тогда приходит время Бат-Митсвы. Они становятся дочерьми Завета. То есть мы все дети Нового Завета, да? Еремея 31 глава говорит, в те дни заключу с домом Израиля, с домом Иуды Новый Завет, да? Напишу во внутренностях закон мой, да? И будете вы ходить в моем присутствии, в моей славе. Послушайте, приходит время, и наши дети взрослеют. Нам может это нравится, может нам это не нравится, но они растут. И приходит время, когда они должны говорить перед Богом, перед Богом стоять и сами нести ответственность за свою жизнь. Если раньше папа и мама говорили, читай Библию, читай Писание, изучай, ходи в заповедях, то теперь пришло время, и мама говорит с папой, пришло твое время самостоятельности, учись. С этого момента ты будешь учиться, чтобы расти дальше. Бат-Митсва. И вы знаете, да, по традиции, эта традиция, она недавняя, но это хорошая традиция, знаете. У кого-то есть традиция 31 декабря встречаться в бане, но это не наша традиция, а наша традиция учить наших детей Писанию, учить наших детей правильной жизни, чтобы когда они выросли, они знали, они понимали, и они могли принимать правильные решения. Итак, смотрите, сегодня у нас праздник. Вы видите, у нас какая-то череда праздников не кончается. Были осенние праздники, был шаббат позапрошу, у нас была бат-Митсва, и сегодня у нас бат-Митсва. И мы хотим сегодня, сейчас, вот пригласить сюда Дарину. Под звук шафара выходит Дарина. Давайте встанем печеньем Торы. Благосвятый Господь Бог наш, Царь Вселенной, избавший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благосвятый Господь, дающий Тору. Аминь. Аминь. Недельная глава Ваера, четвертый раздел в книге «Бытие». Раздел назван в первом слове текста «И явил». Содержит стихи с 18 главы, с 1 стиха, по 22 главы, 24 стиха. Моя тема называется «Бог является и нам». Давайте откроем «Бытие», 18 глава, с 1 по 5 стих. «И явился ему Господь у дуровой мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал «Владыка, если я оброг благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохнете под всем деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали «Сделай так, как говоришь». Аврааму было 99 лет, Саре 89. Они долго ждали исполнения Божьего обещания, что родится сыну Сары. И сказал Авраам «Вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чесла твоих, будет твоим наследником». И вот Бог в образе обычных странников проходит мимо Авраама. Авраам, увидев этих странников, сразу выбегает навстречу и просит их отдохнуть, покушать. Он приготовил самое лучшее, что у него было. И тут открываются двери к благословению. И сказал один из них «Я опять буду у тебя в это же время, в следующем году, и будь сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала ухода в шатер, сзади его. Что произошло? Благословение пришло только потому, что Авраам оказал гостеприимство ангелам? А если это были не ангелы, а просто люди? Оказал ли Бог свою милость Аврааму? Ответ на эти опросы можно найти в самом Аврааме. Он всегда был готов послужить другим людям. Его сердце было полное сострадание к людям. И если бы на месте ангелов был грязный бродяга, Авраам перенял бы его в свой дом. И накормил его, и там все остальное. Поэтому Бог благословил его. Ишу приводит нам также примеры о притче доброго самарянина. И священник, или на пустой дороге лежит еврей. На него напали разбойники, ограбили, и нанесли ранение. Мимо проходил священник. Он прошел его мимо, он не остановился. Следом шел левит, и он тоже не остановился. Прошел мимо. Но только добрый самарянин остановился и помог раненому. Почему он это сделал? Ведь между временем самарянина была вража. Но несмотря на это, самарянин помог еврею. В сердце самарянина было место милосердию. И он знал, что милосердие не заслуживает как награду. Его оказывают тем, кто нуждается. Потом Ишу рассказал им другую притчу. Я бы назвала ее так. Бог является нам и сегодня, или Бог, скрывающийся за маской. Давайте откроем Матфея, 25 глава, 35 по 45 стих. Тогда скажет царь тем, кто по правую сторону его. Придите, благословленные отца моего, на следующее царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчищем и накормили, или жаждущим и напоили. И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы это сделали одному из тех меньше братьев, то и сделали и мне. Тогда скажет и тем, кто по левую сторону его. Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволом и ангелом его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и вы не приняли. Тогда и они скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчищем, или жаждущим, или странником, и не послужили тебе. Тогда скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы не сделали это ни одному из тех меньше братьев, то не сделали и мне. К Аврааму пришли Божьи ангелы, как странники. Сегодня нас окружают люди, для которых мы можем стать такими посланниками от Бога. Очень часто мы ожидаем, что Бог приходит к нам в огненном столбе с громадами и молниями. Но чаще Он приходит к нам в виде людей. Которым нужна наша помощь. И нам надо научиться видеть Бога в других людях. Однажды, когда я была маленькая, мы шли с мамой в садик. Мы увидели мужчину, который сидел на рельсах. Он не хотел жить. Мы к нему подошли и сказали, мы вам поможем. Ну, здесь не то место, где можно посидеть. Но он не слушал. У него было настолько плохое настроение, что он ничего не хотел делать. Тогда я просто взяла, подошла его, взяла его за руку и отвела. Он был настолько благодарен, что просто маленькая девочка спасла ему жизнь. Когда я уже подросла, я увидела этого мужчину, который идет такой весь наполненный радостью. Он шел не один. Он шел со своей женой и с ребенком. Когда он проходил меня, он сказал своей жене, я точно помню, что этот маленький ангел однажды спасла мне жизнь. Если мы хотим изменений в нашей жизни, нам необходимо быть, как добрый самарянин, не пройти мимо тех, кто нуждается в Божьей помощи. Тогда и Бог не пройдет мимо нас. Видели ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства, и исполнил слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Бог приходит на наши действия, когда мы служим Ему. Хотим ли мы получить ответы от Бога, как Авраам? Все очень просто. Нам нужно стать ответом Бога для других людей. Авраам оказал гостеприимство ангелам. Но мы тоже можем помогать людям. И тогда я верю, что Бог поможет и нам. Бог стучится в наше сердце, а мы пробегаем мимо, как левит и священник. Но давайте будем, как добрый самарянин. Бог иногда устраивает для нас проверки. Я помню такой случай, что когда мы были в магазине, делали покупки всей семьей. К нам подошла бабушка и попросила у нас пару гривен, у нее там не хватало. Мы не ответили на ее просьбу. Мы были заняты, не сильно-таки заметили ее. Когда она ушла, когда мы подумали, почему бы и не помочь. Особенно со стороны христиан, мы должны помогать людям и быть добрыми к ним. Когда мы повернулись, ее уже не было. А зал был большой, она не могла уйти так быстро. Ну, сейчас мы, конечно, стараемся давать тем, кто просит. Кто знает, вдруг опять Бог пришлет ангела, и такой момент случится. Давайте встанем и помолимся, чтобы исполнить волю Божью, записанную в этой главе. Благосвятый Господь Бог наш, Царь Вселенной, даровавший нам истинную Тору и даровавший нам вечную жизнь. Благосвятый Господь, дающий Тору. Аминь. Вот такой дар от Господа. Вот такой дар. Имя у него такое Дарина, подаренная от Господа. Подарок. Ты подарок для всех нас. Я вам хочу сказать, что этот ребенок, ну вот для меня приятно, что вот на ночных молитвах ребенок приезжает на ночные молитвы и молится. Не просто там, знаете, родителей заставляет, а он приходит и говорит, когда будет молитва, можно ли поехать не на ночную молитву? И для меня, знаете, как-то такой, смотрю на него, ну кажется, ребенок. А вот сердце полно любви Господу. И знаете, с самого начала. И знаете, это влаживается Господом и родителями. Родители влаживают в сердце любовь Господу. Они учат. И я хочу пригласить родителей сюда. Оксану и Василия. Идите сюда. Спасибо вам за такую прекрасную дочь. Шаббат шалом, дорогая община. Знаете, нет большей радости, как видеть, как дети твои служат Господу. Та же самая, нет больше радости у нашего небесного Отца, когда он видит, что его ребенок, его сын, дочь, он находится в Божьем доме и служит. Знаете, и я хочу сказать, что это настолько великая благодать, что наши дети, мои, ваши дети, они служат Господу. И я скажу, что если ваши дети не находятся здесь, не переживайте. Я знаю, что у Бога есть план. Если вы за них молитесь, то у Господа есть план и ваши дети будут здесь. И пусть Бог благословит вас. Дорогая Дарина, кстати, до этого места я думал, что ты маленькая. Но когда я сидел? Знаете, для родителей дети всегда маленькие. Как-то они не быстро растут. Может, чужие дети быстро растут, но свои как-то остаются маленькими. Но когда я сидел здесь, на стуле, я понял, что ты уже не совсем маленькая. И поэтому я поздравляю тебя. Ты молодец. Ты Божий ребенок, ты Божье дитя. И твое имя, Дарина, оно действительно соответствует реально. Ты для нас дар Божий. И пусть Бог тебя благословит. Спасибо. Дариночка, когда ты родилась, мы назвали тебя Дарина, потому что это подарочек от Бога для нас и для людей. И когда ты родилась, у меня был такой стих экклесиаста записан, что это дар Божий замечать доброе в нашем труде, когда мы трудимся. И ты имеешь радостное сердце. И я хочу также сказать, что твое имя, оно, когда ты родилась, я знала, что тебе нужно будет стараться исполнить, стараться, трудиться, учиться, но всегда помнить, что есть и благодать. Мы сами не можем дотянуться. Мы сами вот вроде бы на 99% ты сделал, но чуть-чуть не хватает. И вот это чуть-чуть, то есть Бог всегда будет дополнять там, где у тебя будут заканчиваться силы, там, где ты где-то споткнешься, упадешь, и ты думаешь, вау, опять придешься начинать все сначала. Но Бог продолжит благодать. Поэтому мы хотим подарить тебе сережки, чтобы ты всегда помнила, что нужно стараться, но есть и благодать. Боже, я благодарю Тебя за свою дочь. Я благодарю Тебя, что Ты до сего места Ты довел ее. Боже, и я благословляю ее, Боже, Твоим святым именем. Пусть тот дар, тот талант, те способности, которые Ты вложил в нее, они будут реализовываться. Боже, пусть она исполняет Твои мечты. Боже, пусть тот план, который Ты дал для нее, он будет осуществляться. Во имя Иисуса Христа, во имя Ишоа. Я благословляю Боже как Отец, мы благословляем как родители, Боже, Твоим благословением ее, Господь, чтобы она шла по жизни и была успешной, чтобы она шла по жизни и всегда радовалась, чтобы она шла по жизни и всегда преодолевала любые трудности и проблемы. Во имя Ишоа. Амин. Амин. Боже, мы как община благословляем эту семью, благословляем Дарину, Боже. Мы просим о том, чтобы Ты вел ее, Господь, и чтобы Ты утвердил ее, Боже, чтобы во всех своих путях она старалась исполнять, Боже, Твое слово. Дай ей мир в сердце, дай ей благодать в сердце, Боже. Сделай ее мудрой, Господь, во всем том, что она делает, Боже. Направь ее шаги, Бог. Мы просим, усмотри для нее прекрасного мужа, усмотри для нее прекрасную семью, Господь. Усмотри, Боже, чтобы она была матерью, бабушкой, прабабушкой, Господь, чтобы она была в благословении многим-многим поколением, Господь, чтобы о ней говорили, как о праведной супруге, о праведной жене, Господь, перед лицом Твоим. Да будешь Ты известна, как были известны те жены, которые были женами патриархов. Да будешь Ты благословенна везде, везде, во все дни Твоей жизни. Мы Тебя благословляем, как община, и говорим, будь благословенна во имя Ишуа Мессии. Амин. Амин. Мазал то. Мазал то. Есть у нас еще несколько благословений особых. Дарина, мы очень рады тебя принять в молодежное служение, как взрослого осознанного человека, осознанного, служащего Богу. И я хочу сказать две вещи. Первое, находишься в таком возрасте, когда все хочется успеть, попробовать. Все, что Божье, оно свершится. Не переживай, будь в шаломе. Божье, оно не пройдет. И второе, будь ангелом, будь ответом для других людей, которые тебя окружают. Амин. Мы очень счастливы, что ты с нами, что ты уже в нашем единстве, мы вместе и благословляем тебя еще раз. И ждем сегодня. Мы очень будем рады поздравить тебя тоже и на молодежном служении. Еще раз, как приходят Дарина, Юлія, и Вероника на молодежку, я отримую какой-то особенный настроек, потому что я вижу эти посмешки от вуха до вуха. Я благословляю тебя, как нового члена нашей команды. Мы тебя очень любим, мы ценуем тебя и твоих сестер. Нехай Бог просто дасть особенное благословение в твоем жизни и наполнить твоё сердце своим елеем. Нехай Господь просто открывается в тебе новыми потоками и хай через тебя Он будет действовать в нас. Слава Богу за тебя. И знаете, опять же, согласно хорошей традиции, да, вы знаете, когда человек танцует, он отрывается от земли и на одно короткое мгновение становится ближе к небу. Мы хотим тебе чуть-чуть подарить немножко неба сегодня на этом месте. Это хорошая репетиция перед будущим, да? Симатоу! Мазл тоу! Симатоу! Мазл тоу! Симатоу! Мазл тоу! Симатоу! Мазл тоу! Не я на одну! Но демонстративно! Симатоу! Симатоу! Мазл тоу! Симатоу! Мазл тоу! Симатоу! Мазл то! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok